Всем доброго времени суток. Вчера увидел я один коммент по своему одному видосу в ВК, что якобы маяк не может выше 14 килогерц. Типа вы фигней занимаетесь и такое. Уже не первый раз встречаю подобного толка комменты. Ну и вот, надо, думаю, показать в прямом, так сказать, эфире, как это все работает. Как пишет пионер, как пишет маяк, перекрестный тест, тест записи с пионера в маяке и наоборот, и оригинал. Кто как пишет, сколько килогерц может и не может. В пионере автокалибровка трехголовочной, система Dolby Shits Pro, эквализация, вот в маяке система динамического подмагничивания сухого, ну и BIAS выведен на переднюю панель. Для начала поставим тест-ленту 315 Гц 0 дБ, чтобы посмотреть, что магнитофоны выведены по единому стандарту. Сначала кидаем в пионер, смотрим на тот индикатор. Должен показать ноль, и здесь должен тоже показать ноль. Кстати, маяк нужно запись включить. Еще раз, что-то он тут, один канал у него под запал. Все выровнялось, 0 дБ на пионере и здесь минус 0,3 минус 0,3. Ну это ерунда доли дБ. Теперь ставим маяк, эту же кассету, здесь индикатор пикового уровня, здесь индикатор среднего уровня. Будет показывать плюс 3, здесь будет показывать 0. Ну и естественно то же самое, доли 10 дБ в расчет не берем. В маяке стоит головка ОЕМ Айва ДХ, так сказать, в пионере РПБ 1041, если мне память не изменяет. Родная пережила два шлифа, здесь она пережила один шлиф. Была тут новая, но время не щадит никого и ничего. Все стирается, все портится. Калибруем деку под ТДКД. Будем пробовать записывать на одну и ту же кассету. Уровень будем делать, наверное, плюс 5 от 250 пик. В пионере штатный индикатор пики особо он большие, вернее, короткие пики он не ловит, потому примерно он не доливает от пикового сигнала примерно значение 2 дБ, можно добавлять. Здесь будет видно все так, как оно есть. Это не индикатор АКАЯ и не индикатор ТИАКО, потому здесь немножко неправильно будут показания. В СОНЬКЕ, кстати, то же самое, но в маяке индикатор средний уровень, я думаю, без комментариев. Так, посмотрим. Сначала подготовим, как будет трек. Ага, трек. Сначала надо диск положить. Весь трек писать я не буду. Нашел я из того, что недавно записывал пятый трек. Там в конце довольно-таки хорошая двадцатка есть. Сейчас мы их и запишем тогда. Кстати, трек немножко кривой по балансировке, потому подрегулирую я уровень балансом вот здесь. В принципе, можно сразу подрегулировать. На уровень оно не повлияет. Так, пятый. Будем регулировать. Там где-то, по-моему, с третьей минуты начинается веселье. Самое хорошее, где-то, где-то ближе к четвертой минуты начинается. Так где-то и поставим. Проскочил. Азот. Азот. Продолжение следует... Ну вот наглядно видно реальный пик плюс 5,7, плюс 5,6, что мы видели на пионере на маяке. Вот эти индикаторы, которые у нас используются здесь. Кому тут следует верить? Ну что, в общем, сейчас попробуем записать. Вот так, забыл, откалибровал я кассету, вернее, деку под кассету не откалибровал. Ну ладно, теперь я калибрую. Сначала запишем на пионере. Сразу я буду переключать на пионере монитор лента, потом отмотаю и воспроизведу. Заодно посмотрим, насколько будет реален пролаз в РЧ, о котором недавно обсуждалось в одной трансляции. И посмотрим, насколько пролаз влияет на то, на реальную, скажем, картину того, что записалось, и то, что мы слышим при мониторинге. Здесь голова в пионере пермалоевая, это не стекло. В стекле будет еще хуже это явление. Надо запустить же оцифровку. Индикатор этот сбрасываем программный. Тут по нулям у нас все. Вот видно наглядно, как уровень идет двадцаткой, даже выше. Забыло попереключать. Ой, забыло попереключать. Ну вот этого достаточно, будет одного переключения. Так, сорок один. Отматываем. Хватит. Так, теперь эту же кассету Ставим сюда. Сбрасываем индикатор. Здесь включаем монитор. Так, диск. В принципе, этот нам не надо. Можно не трогать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Без проблем прочитал 20 кГц. Немножко как бы проседание есть, но это универсальная голова. Она край диапазона не дочитывает. Совсем давно известный факт. Проскочили мы на другой трек. Здесь включаем мониторинг. Здесь включаем SDP, она отключаемая у меня. Пробуем писать теперь на маяке этот же участок. Где-то вот здесь было. Включаем запись. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Сбрасываем, смотрим что получилось, это шумодав отключаем. Видимо отлично 20 кГц записалось. Теперь кидаем эту запись в пионер. Смотрим как пионер просчитает. Продолжение следует... Пионер просчитал тоже отлично и видно 20 кГц. Посмотрим наши оцифровки. Вот это запись... Вот это вот, по-моему, да. Вот это пионеровская. Вроде так. Я вот тут сам начинаю запутываться. Вот это кусок оригинала, который прошел через пионер. Делаем анализ выделения. И запоминаем значения. Левый, правый. Теперь смотрим, что у нас получилось. Пионер в режиме записи. Сигнал с ленты. Вроде бы все красиво. Все красиво. Запомним. Будем смотреть левый канал. Уж он более подвержен. Вот. И сделаем его желтым. Его лучше видно. Ну, а сейчас посмотрим после перемотки. Что нам пионер записал. Где-то тут примерно этот участок вроде был. Ну, вот видно, что немножко даже краешек. Выче вот здесь упал. Вот он. Вот эта разница между желтым и зеленым. Это и есть наш пролаз. Но он небольшой. Там буквально сколько, может, пол децибела. Но он присутствует. И его следует принимать за то, что есть на самом деле. Потому запоминаем его. Желтый делаем. Ну, а теперь смотрим. Как прочитал маяк пионеровскую запись. Этот же кусочек. Вот. Видно падение. Потому что универсальная голова. Она почти не хуже. Заметное падение края ВЧ. Ну, а теперь посмотрим, как записал маяк. Вот это прошло через маяк в режиме записи без ленты. Ну, естественно, все совпадает. Так, это маяковская запись уже этой кассеты. Посмотрим, что у нас получилось. Вот как записал эту кассету маяк. И прочитал ее. Немножко падение в УЧ. Не дочит головы универсальной. Ну, и немножко в середину. Ну, эти головы, они имеют такую особенность. У них серединка чуть-чуть выпирать начинает. Ну, а теперь посмотрим, как пионер прочитал маяковскую запись. Ну, вот тут все хорошо. Фактически все хорошо. То есть 20 кило он записывает и он их и читает. Без проблем. Так что не надо этих инсинуаций, что маяк не может больше 14 кГц. А кто ему мешает? Мешают обычно корявые головки. Ну, иногда кривые руки. Кому как повезет. Ну, и по поводу того, что я написал, что пионер бывает пишет хуже, чем маяк. Есть такое дело. Заключается это в том, что тут усилитель записи, микросхема, это СХА. И когда высоких до хрена, он начинает их замыливать. Получается, вместо звука С, звук СФ такой. Такой засвист. Ничего с этим не поделать. Вот. У маяки этот эффект отсутствует. Тому приходится записывать на маяках. Ну, вот. Эту кассету, которая ТДК АД-120. Хотя я цифровал их на двух маяках, но записанная была. Она вот на этом магнитофоне. А почему я это сделал? Потому что кассета эта далеко не новая. Куплена у Перекупов. А Перекупы купили ее из Японии. И имеется на ней такой дефект, что как показать, лента при работе вот здесь на рулоне подзалипает при смотке с катушки. Что приводит к подергивающейся рывками детонации. Ну, она такая дых-дых-дых-дых-дых-дых. Ну, как бы, получается, катушка не падает. Вот этого падения нет. Здесь подтормаживание нормально стоит. На одном маяке, на втором. Но именно в момент отклеивания ленты от рулона получается такой дребезжащий звук на записи. В Пионере этого нет, потому что, ну, два вала все-таки. Вот, потому-то этот эффект отсутствует. Вот, неволе-неволе пришлось записывать это дело на Пионере. Кстати, этому дефекту оказались подвержены, сейчас покажу, если я найду эту кассету. Где-то она у меня тут была. Так, вот. Все поголовно, вот такие коники КХ-1. Все поголовно оказались подвержены именно такому прилипанию. Те, что были у меня, те, что были куплены, у всех такой оказался дефект. Не знаю. Видимо, состав ленты такой, что-то те знают. Решил я это кардинальным образом. Есть такие кассеты ЕЦП. Думаю, все их знают. И насколько у них вот эти вкладки между лентой и корпусом, они туговатые. Так вот, я махнул на всех у меня имеющихся кониках и ЕЦПшках ленту местами. И в итоге в кониках лента ЕЦП ведет себя хорошо. А в ЕЦПшках лента от коники тоже ведет хорошо, потому что подтормаживание сильнее, но равномерное. Что уходим из положения вот так. Ну, ТДКшку, эту АДшку как записал, так пусть она и остается. Вот так вот. Думаю, на этом пока что все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok